Всем привет! Добро пожаловать на видос, посвященный фискальной политике. Фискальная или бюджетно-налоговая политика. Почему она так называется? Потому что вся ее суть в изменении расходов и доходов госбюджета. То есть госзакупки, налоги, трансферты. С помощью них государство влияет на экономику. Каким образом? Госзакупки влияют на совокупный спрос, налоги и трансферты влияют на совокупный спрос и на совокупные предложения. Давайте вспомним формулу. Совокупный спрос равняется С плюс И плюс Г плюс ХН. Это расходы, совокупные расходы в экономике. То есть потребление, инвестиции, госзакупки, чистый экспорт. Но очевидно госзакупки влияют на госзакупки. Кажется логичным. Но фискальная политика интересна тем, что она имеет так называемый мультипликативный эффект. То есть кроме прямого влияния на совокупный спрос через госзакупки, у нас также есть изменение потребления. Каким образом это работает? Давайте для начала введем парочку переменных. MPC и MPS. В чем суть? MPC, Marginal Propensity to Consume, предельная склонность к потреблению. Она измеряется как изменение потребления разделить на изменение располагаемого дохода. А MPS это, соответственно, изменение сбережений разделить на изменение располагаемого дохода. Это типа, если вы дали дяде 100 рублей, и он 80 рублей потратил, а 20 рублей сберег, значит MPC равно 0,8, MPS равно 0,2. MPC и MPS это довольно-таки неизменные величины в каждой стране. Внутри каждой страны эти величины не особо меняются, поскольку они обусловлены некоторыми культурными, идеологическими различиями между странами. Поэтому в течение времени MPC и MPS достаточно постоянной величины. Давайте для простоты скажем, что MPC, допустим, равно 0,8. Будем считать с помощью 0,8. Давайте посмотрим, как госзакупки влияют на совокупный спрос. Ну то есть берем, например, изменяем госзакупки на 1000 рублей. Смотрим, как это повлияет. Гоззакупки изменились на 1000, то есть увеличились на 1000. Ну понятно, как совокупный спрос сменился. У нас сразу 1000 рублей прибавилось за счет госзакупок. Но еще, когда я потратил 1000 рублей, ее кто-то заработал. Эту 1000 рублей получил какой-то дядя. Он, соответственно, 800 рублей пошел тратить, 200 рублей пошел сберегать. Это сбережение, это потребление. Когда дядя потратил 800 рублей, это стало чьим-то еще доходом. И этот кто-то, кто заработал 800 рублей, может быть, это не один человек, может, это несколько человек, но они в среднем 0,8 от этого потратят, то есть 640 рублей. И, соответственно, 160 рублей сберегут. 0,2 от 800. И так далее. У нас будут затраты в экономике возрастать, возрастать, возрастить все больше. И больше людей будет тратить деньги в потреблении. Соответственно, 1000 рублей плюс 800 рублей плюс 640 рублей плюс и так далее. Каждый следующий просто умножается на 0,8. Это значит, что изменение совокупного спроса будет равно 1000 умножить на 1 плюс 0,8 плюс 0,8 в квадрате плюс 0,8 в кубе и так далее до бесконечности. Потому что это просто геометрическая прогрессия получается со знаменателем 0,8. Ну давайте ее посчитаем. Только вместо 1000 я напишу изменение госзакупок. Итак, дельта АД равняется изменение госзакупок умножить, а вместо 0,8 я буду писать MPC. Соответственно, 1 плюс MPC плюс MPC квадрат плюс и так далее до бесконечности сумма геометрической прогрессии со знаменателем MPC. То есть, дельта АД равняется дельта G умножить на 1 разделить на 1 минус MPC. Интересный факт. Если предельная склонность к потреблению равна 0,8, то предельная склонность к сбережению будет равна 0,2. Потому что все деньги идут либо на потребление, либо на сбережение. То есть MPC плюс MPS всегда равно единичке. Это значит, что 1 минус MPC это на самом деле MPS. То есть, изменение совокупного спроса равно изменение госзакупок умножить на 1 разделить на MPS. То есть, если я изменил госзакупки на 1000, MPS равно 0,2. То вот эта вот штука, в нашей ситуации это 5, потому что 1 разделить на 0,2. Это называется мультипликатор госзакупок. Или мультипликатор расходов. Мультипликатор. В чем его идея? В том, что он показывает, насколько сильно меняется совокупный спрос при изменении госзакупок. Например, изменили госзакупки на 1000 днят, совокупный спрос изменился на 5000. То есть, чертова магия. Госзакупки влияют на экономику каскадно. Кроме изменений непосредственно в самом начале, за счет госзакупок, изменяются также доходы каких-то агентов. Из-за этого изменяется их потребление, бла-бла-бла-бла. Соответственно, госзакупки влияют на экономику мультипликативно за счет вот такого вот мультипликатора. Давайте посмотрим, как налоги влияют на экономику. Давайте попробуем изменить налоги и посмотреть, что будет. То есть, во всей этой картинке заменим изменение госзакупок на изменение налогов. Пусть налоги поменялись на тысячу. Тогда совокупный спрос поменялся. Вот эта тысяча сразу не входит никак. То есть как изменился Y? Давайте сразу совокупный просто продукт будем смотреть. То есть не спрос будем смотреть, а вот совокупный продукт. Как меняется у нас? Совокупный выпуск. Как меняется совокупный выпуск? Тысячи этой нет. А вот 800 есть. Дело в том, что если вы налоги повысите на тысячу единиц, тогда располагаемый доход какого-то агента упадет на тысячу единиц. То есть вот на этой картинке я нарисую, как не тысяча единиц досталось кому-то в качестве потребления, а наоборот минус тысяча. У кого-то доход упал на тысячу рублей. Соответственно, раньше он тысячу рублей распределял на потребление и на сбережение в соотношении 800 и 200. Теперь у него этой тысячи рублей нет, значит его потребление снизилось на 800 рублей. Его сбережения также снизились на 200 рублей, но они нас не волнуют. Раз его потребление снизилось на 700 рублей, значит какой-то агент не заработал 800 рублей. Его потребление снизилось на 640 рублей. То есть налоги работают в другую сторону. Ну, логично. Соответственно, изменение Y минус 800, минус 640, минус и так далее. Значит изменение Y будет. Давайте тысячу также вынесем за скобку. Единички не будет, будет тут вот минус 0,8, минус 0,8 в квадрате, минус 0,8 в культ. Вместо тысячи напишем дельта T, а тут получается минус MPC, минус MPC квадрат и так далее. Ну, опять же, по формуле для геометрической прогрессии сворачиваем это, получается, минус MPC разделить на 1 минус MPC. То есть минус MPC разделить на MPC. Сюда вместо госзакупок ставим налоги. Налоги. Учается изменение налогов, а эта штука называется мультипликатор налогов. Гениально, правда? В чем идея? Идея в том, что мультипликатор госзакупок, если MPS равно 0,2, равняется 1 разделить на 0,2. 5. А мультипликатор налогов 0,8 разделить на 0,2. То есть 4, минус 4. Потому что, минус 4, потому что налоги в другую сторону работают. Подумайте теперь над этим. Как это работает? Если у вас мультипликатор налогов, то есть MULT-T, равняется минус MPC разделить на MPS. Ну иногда его с минусом пишут, иногда без разницы. Очевидно, что налоги работают в другую сторону. Мультипликатор госзакупок равняется 1 разделить на MPS. Внимание, вопрос. Что из этого больше, что из этого меньше? Ну, логично. Прошу прощения. За кадром написал. MPC разделить на MPS. Вот. Что из этого больше, что из этого меньше? Ну понятно, знаменатель одинаковый. А числитель у мультипликатора госзакупок больше. Поскольку MPC меньше, чем 1. Более того, если из мультипликатора госзакупок вычесть мультипликатор налогов, то получится 1 минус MPC делить на MPS. То есть MPS делить на MPS. То есть мультипликатор налогов, если его брать с плюсом, плюс 1 равняется мультипликатор госзакупок. Это означает, что если вы, допустим, госзакупки повысите на 1000 рублей, и налоги тоже повысите на 1000 рублей, то вы соберете с населения 1000 рублей, отдадите населению 1000 рублей, у вас как бы денег не останется, но ВВП при этом внезапно увеличится. Ну, то есть мы нашли лазейку, которая позволяет бесконечно стимулировать экономику. Мы можем собирать с населения налоги, и тут же тратить его в виде госзакупок. Ну, очень логично. Если мы собираем налоги, то мы, получается, снижаем совокупный выпуск на 800-640 и так далее, и так далее, и так далее. А если мы при этом стимулируем экономику с помощью госзакупок, то мы получим 1000 плюс 800 плюс 640. Все сократится, лишняя 1000 останется. Это называется мультипликатор сбалансированного бюджета, и он равен единичке. Мультипликатор сбалансированного бюджета предполагает, что у вас госзакупки и налоги одинакового размера, ну и вы победили. Соответственно, трансферты — это то же самое, что налоги, только в другую сторону, поэтому с ними возиться не будем. Там знак абсолютно... Ну, то есть все то же самое, только знак в другую сторону. Ну, и мультипликатор трансфертов тоже равен MPC делить на MPS. Можно сказать, что мультипликатор трансфертов — это MPC делить на MPS, мультипликатор налогов — это минус MPC делить на MPS. Ну вот мы разобрались немножко с мультипликаторами, научились с ними возиться. Дальше идем. Давайте посмотрим влияние на совокупный спрос и совокупное предложение всех этих инструментов. То есть как у нас госзакупки влияют на совокупный спрос? Ну понятно, повышают его. Как налоги влияют на совокупный спрос? Понижают его. Но интересно, что налоги влияют также еще и на совокупное предложение, поскольку налоги налагаются на фирмы. Ну и соответственно фирмы меньше выпускают. Окей, cool. Кстати, да, в качестве расходов там, типа когда налоги увеличиваются, мы получается уменьшаем количество денег у потребителей, поэтому они меньше расходуют на потребление. А также уменьшаем количество остаточных денежных средств у фирм, поэтому уменьшаем их инвестиции. Давайте посмотрим, как работает это на модели АДАС. То есть вот у нас есть совокупный выпуск, вот у нас есть уровень цен. Допустим, мы оказались в рецессии, в какой-то ситуации, в которой ВВП ниже потенциального. Вот потенциальный ВВП, вот краткосрочное предложение. И допустим, так оказалось, что совокупный спрос низок. И мы оказались в точке левее, чем потенциальный Y с каким-то уровнем цен. Как работает стимулирующая фискальная политика? Стимулирующая фискальная политика, это фискальная политика, которая направлена на борьбу с безработицей. Направлена на выравнивание этапов цикла. Вот есть у нас тренд ВВП какой-то. И вот мы вот так вот вдоль этого тренда идем. И допустим, мы оказались в точке, в которой мы ниже потенциального ВВП, то есть спад. Мы хотим выровнять его до адекватного уровня. То есть целями фискальной политики является стимулирование экономики в период спада и сдерживание экономики в период, наоборот, перегрева, бума. Для чего? Для того, чтобы обеспечить полную занятость в экономике, то есть убрать безработицу по возможности. Для того, чтобы обеспечить таким образом полное распределение ресурсов. Для того, чтобы снизить инфляцию. Ну и соответственно не допустить спада, вернуть выпуск к потенциальному уровню. То есть мы хотим стабильный уровень выпуска. Мы хотим полную занятость ресурсов. Мы хотим стабильный уровень цен. Чудно. Это нам понятно. А как мы будем этого добиваться? Увеличиваем госзакупки. Смотрим, что происходит. Дельта G. Как влияет? Совокупный спрос растет. И вот мы такие хоба привели совокупный спрос к адекватному виду. Точка пересечения с потенциальным ВВП. Стимулировали совокупный спрос. Но как видим, стимуляция совокупного спроса приводит также к росту инфляции. Это неприятно. Что нам делать в связи с этим ростом инфляции? Ну потому что уровень цен повысился. Давайте посмотрим, как налоги влияют. Дело в том, что налоги, снижение налогов для стимуляции совокупного спроса и совокупного предложения ведет к тому, что у нас... Давайте посмотрим, как дельта Т влияет. Дельта Т. Когда мы стимулируем налоги, отрицательное дельта Т. То есть меняем налоги в отрицательную сторону. Ну давайте так, дельта Т нарисуем меньше нуля. Когда мы отрицательное изменение налогов делаем, что у нас тут происходит? У нас немножко повышается совокупный спрос, потому что изменились налоги немножко. Потому что меньше, чем от госзакупок. Но при этом совокупное предложение возросло. В связи с этим, когда мы изменяем налоги, мы можем уровень цен оставить на текущем уровне. А если мы больше налоги на фирмы воздействуют, то это не только увеличивает совокупный доход и совокупные расходы, но и очень сильно понижает цены. То есть на самом деле изменение налогов в отрицательную сторону или увеличение трансфертов по отношению к фирму приводит к тому, что цены даже падают ниже текущего уровня. На этой картинке не очень хорошо видно. Давайте покажу, как это выглядит. Как влияние на совокупное предложение изменяет цены. Вот было совокупное предложение таким. Вот мы его увеличили, получили снижение цены с P1 до P2. Соответственно изменение совокупного предложения с помощью фискальной политики ведет к тому, что мы понижаем уровень цен. Это очень хорошо. Понижение уровня цен это то, что нам надо для того, чтобы избавиться от инфляции. Ну то есть основная проблема всех стимуляционных мер в том, что они подогревают экономику, увеличивают деловую активность и таким образом обычно увеличивают уровень цен. Это неприятно. Окей, кул. Мы умеем, получается, влиять на модельку ADAS с помощью госзакупок, налогов и видим, как это воздействует. Прекрасно. Мы знаем, что такое мультипликаторы, мы знаем, что такое MPC, мы знаем, что такое MPS. Давай теперь посмотрим на различия в разных видах фискальной политики. А именно различают дискреционную и автоматическую фискальную политику. В чем интерес? Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Смысл в том, что есть меры фискальной политики, которые работают сами по себе. Это называется автоматическая фискальная политика. Что значит работают сами по себе? Цель фискальной политики заключается в том, чтобы сглаживать колебания цикла. То есть нам нужно на этапе повышения снижать, а на этапе понижения повышать. То есть государство должно стремиться вернуть ВВП к потенциальному уровню. То есть когда у нас спад, мы должны подогревать экономику. Когда подъем, мы должны остужать наоборот экономику. То есть здесь повышать налоги, понижать госзакупки, понижать трансферты. Здесь понижать налоги, повышать трансферты, повышать госзакупки. Получается государству нужно вручную управлять этим. Мы должны повышать госзакупки. Видим спад в экономике, надо повысить госзакупки. Видим наоборот подъем в экономике, надо понизить госзакупки. Проблема какая-то. Надо постоянно вручную управлять. Это называется дискреционно-фискальная политика. Когда мы по сути находимся на ручном управлении. Автоматическая фискальная политика. Это фискальная политика, которая сама собой происходит. Это как? Давайте возьмем подоходные налоги. Это налоги, которые берутся, например, в качестве процента от дохода, то есть определенного размера налоги. Например, у нас 13% НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Чем больше доходы физических лиц, тем больше подоходные налоги на этих физических лиц. То есть, если у нас перегрев экономики и продаж очень много в экономике, совокупный выпуск растет, все люди начинают больше выпускать, выше занятость, больше людей устроено на работу и так далее. Государство собирает больше налогов с такой экономики. Если же у нас наоборот спад и экономическая активность падает, то государство начинает меньше налогов собирать, то есть понижаются изъятия из экономики. А вы помните, да, в модели кругооборота у нас есть инъекция, у нас есть изъятие. Чем ниже изъятие, тем вот лучше кругооборот работает. Соответственно, мы подогреваем экономику в период спада, остужаем ее в период подъема и эта штука работает сама. То есть нам не надо ничего менять в нашем государственном планировании на год. Нам не надо менять план по налогам или менять план по госзакупкам. Что еще работает также? Например, НДС. Потому что мы, получается, налог на добавленную стоимость, это что такое? Это у нас сейчас 18% от дополнительной стоимости, которую фирма привнесла в процессе своей экономической деятельности. Если экономической деятельности много и фирмы выпускают дофига, и выпуск очень высокий, то эти 18% получаются очень большим блоком, который государство собирает из экономики. Если у нас наоборот спад, так же как подоходные налоги, короче, работает. Пособие по безработице. Как работает пособие по безработице? Мы, получается, чем хуже дела в экономике, тем выше безработица, тем больше денег государство платит в виде трансфертов автоматически. То есть нам не надо ничего менять, нам не надо менять ставку для пособия по безработице или еще что такое. Если мы установили пособие по безработице на определенном уровне, то когда в экономике все плохо, мы их платим больше. Когда в экономике все хорошо, мы их платим меньше. То есть эта штука сглаживает эти колебания цикла. Однако проблема в том, что она не в состоянии их полностью устранить. Меры автоматической фискальной политики не способны уменьшить. Они уменьшают эту проблему, но не избавляются от нее. Они не способны привести экономику к эффективному распределению ресурсов, к полной занятости. Поэтому нам в любом случае нужны меры дискрепционной фискальной политики. Дискрепционная фискальная политика в развитых странах занимает примерно 60-70% от всего влияния. То есть около 30-40% только регулируется автоматическими мерами и 60-70% регулируется дискрепционно. То есть ручками меняем положение чего-то, смотрим как это воздействует. Вот. Соответственно, нас автоматическая фискальная политика сама по себе очень интересует. Было бы приятно так делать и так далее, но мы вынуждены пользоваться дискрепционной в любом случае. Проблемы, какие есть у автоматической фискальной политики, это то, что она без нашего ручного контроля может загнать нас в дефицит бюджета, когда у нас все плохо, потому что повышаются расходы госбюджета, повышаются госзакупки, понижаются налоги. И наоборот создает нам профициты на этапе переполнения. Ну то есть такая штука, которая получается, чем выше у нас цикл, ну типа вот мы сейчас находимся на том этапе цикла, когда ВВП выше потенциального. Это значит, что мы повышаем налоги, чтобы остудить экономику, мы понижаем госзакупки, ну то есть у нас уменьшаются расходы госбюджета, увеличиваются доходы госбюджета, мы выходим в профицит, а здесь в дефицит. Соответственно, если у нас очень сильная какая-то стагнационная ситуация, то мы можем получить дефицит госбюджета случайно, сами того не заметив на автоматической фискальной политике. И этот дефицит может не сглаживаться за счет профицита на этапах роста. Это беда. Это, соответственно, вот большая проблема. Основная проблема вообще в принципе в фискальной политике это вытеснение частных инвестиций. В чем проблема с вытеснением частных инвестиций? Как это работает? Государство увеличило госзакупки, государство уменьшило налоги. Мы стимулировали совокупный выпуск, стимулировали совокупный спрос. Люди хотят покупать все эти выпущенные товары. Увеличилось потребление, люди стали больше покупать, увеличился спрос на кэш. Люди увеличивают спрос на деньги. Имеется в виду, раньше они эти деньги держали где-то в другом месте, в банках еще где-то. Сейчас им эти деньги нужны в виде налички в течение какого-то небольшого периода, чтобы их собрать и купить холодильник домой. Ну, короче, купить весь этот совокупный выпуск, потому что доход у всех увеличился, совокупный расход, все потребление увеличивают. Спрос на деньги вырос, люди идут в банки и снимают эти деньги. Когда люди снимают деньги из банка или берут кредиты в банке, у банка получается снижаются вклады и увеличиваются кредиты. И банк такой, окей, увеличивает ставку по кредитам, потому что по вкладам ставка возрастает автоматически, когда снижается количество вкладов. По кредитам ставка возрастает, когда спрос на кредиты растет. Повышается ставка по кредитам. И это из-за чего происходит? Из-за стимуляции потребления с помощью фискальной политики. Когда мы стимулируем потребление, мы увеличиваем спрос на деньги, мы увеличиваем ставку по кредитам в банке. Из-за этого фирмы меньше могут брать кредитов, потому что кредиты стали дороже. Меньше брать кредитов на инвестиции. Это снижает инвестиции. Это проблема. Бонус фискальной политики, особенно когда мы говорим про налоги и трансферты, это снижение уровня цен за счет стимуляции совокупного предложения. Соответственно обычно, если вы хотите стимулировать частные инвестиции, если вы хотите добиться роста экономики за счет частных инвестиций, вам нужно не фискальную политику использовать, а монетарную политику, то есть денежно-кредитную политику, результатом которой служит увеличение денежной массы, понижение ставки и соответственно деньги становятся более дешевыми. И все начинают брать кредиты для того, чтобы инвестировать. А если вы делаете фискальную политику, вы наоборот увеличиваете стоимость кредитов. Если вы хотите стимулировать экономику с помощью фискальной политики, но не хотите вытеснения частных инвестиций, не хотите падения инвестиций, тогда дополняйте свою фискальную политику монетарной политикой, которая будет стимулировать процентную ставку к понижению, а фискальная политика стимулировать ее к повышению. Вы добьетесь в итоге какого-то баланса таким образом. Так обычно и делают в государствах. Так, конкретно аналитически вам нужно было уметь считать мультипликаторы. Вам нужно было понимать, как это все в принципе воздействует на экономику. На модельке ADAS, ну понятно, все то же самое с уравнениями, тоже рабочая схема. Все, в общем-то, все, что я хотел вам рассказать. До новых встреч, сдавайте задачки. Продолжение следует...